всем огромный привет добро пожаловать на мой канал начинаю новое видео так назову рыбки мои там живы-здоровы у них все хорошо у нас в санкт-петербурге какой-то последние несколько дней просто жара как будто июль месяц у нас сегодня обещают даже грозу без дождя но не знаю как она на самом деле будет в общем сейчас я вам хочу показать покупки с обе я там не снимала потому что я была со своими мужчинами с теми тремя да вот нам покупок у меня немножко но интересный наверно а вот конечно же ну прелесть шоссе и откроем единственное что сниму вот эту штуку у нее здесь видите маленький так он он не маленький на самом деле просто загнулся 2 2 вот этот вот побег как росток и не за какого назвать ночью поняли второе вот здесь вот такая вот она куча воздушных корней напустила единственно что у него здесь вот корнем не очень но внутри я посмотрела вроде неплохие зелененьки мы вообще были в магазине обе которые в пар нас мега пар нас который там очень мало для сада очень мало цветов комнатных и там не заметила интересную вещь там а все орхидеи по разной цене то есть один и тот же цвет вот стояла точно такая же вот точно такой же цвет также с одной стрелочкой вот этой но она стоила 1060 что-то 6 рублей или что-то в этом духе а вот это вот стоило сейчас покажу 799 рублей вот почему такая разница я не поняла но я конечно взяла это может быть из-за того что не корни вот такие она вся тут видите грунта тут мало и в общем она вся такая надо ее срочно пересаживать и вот это вот видите она как изогнулась может быть из-за этого может из-за чего-то другого но цвет очень красивый смотрите она такая в полосочку как бы желто-розовая что ли такая я еще хотела желтую вообще хочу желтую орхидея ну в общем это я пересажу у меня как раз же есть горшочек я единственно что только докупила грунт взяла вот такую маленькую упаковку самом деле хотела большую но большая там что-то вообще 900 рублей стоило я подумал я потом свои обе съезжу или где-нибудь закажу а вот эта маленькая 140 рублей маленькая упаковка полтора литра мне акция была еще я купила еще один цветок мне же нужно оформлять тут свою зеленую зону я сижу девочки в купальнике сверху отдела просто рубашку потому что знаю что youtube бы не понравится если буду сидеть в купальнике но очень жарко я прям вся вся мокрая сижу вот смотрите вот такой вот называется вот так вот цисус цисус или я посмотрел что это декоративная декоративный виноград тоже как ли она до трех метров три с половиной что такое вырастает они действительно вот так вот листики расположены покажу вот так вот видите как форме виноградных листьев тоже быстро растущая такая типа лианы но прикольно мне очень понравился и стоил он 249 рублей видно нет в общем сейчас буду пересаживать тоже он весь пересушенный вообще там цветы если вот обе в которой езжу я обычно это на приморском шоссе рядом с лахта центром там все цветы очень ухоженные всегда вот в этом который на парнасе как-то совсем все плохо вот так это мне были покупки обе вот сейчас пересажу покажу меня еще спрашивали как я поливаю орхидеи и насколько часто я но вот это пересажу я ее полью сейчас да я обрежу я вот эти вот гниушечки тут которую снизу и пересажу и полью а вообще я смотрю на саму само состояние вот я поэтому покупаю прозрачные горшочки то есть когда высыхает вот этот вот грунт который в котором она сидит и корешки вот эти вот они становятся такими белого немножко белесыми такими вот тогда я опускаю я погружаю полностью нового вам сейчас покажу и только так они хорошо живут если нужно подкормить подкармливаю я достаточно часто наверно через полив а поливая получается но по-разному зимой почаще участвует этом пореже у меня получается на вины так влажность подкармливаю через через полив где-то раз в неделю наверно у меня в среднем получается подкармливаю как-то так так и теперь конечно же покупки вальдерис вот такой у меня пакет у меня там еще должно прийти на общем я спасибо вам девочки я подсела короче вот значит заказала я конечно же и немножко бытовой химии а вот так все было упаковано хорошо вот такой вот спрей очиститель антижир у меня как раз все закончилось вот для духовых грилей дух пара что-то там кухонных плит и так далее вот такой активная пена идет вот так отдельно ну в общем все супер попробуем много положительных отзывов это производство россия из натуральные компоненты из германии не знаю россия вологодская область так что попробую потом тоже посмотрю как хорошие или нет средства дальше а заказала для школы но тут у меня не все пришло для школы детям дешевле на самом деле всю канцелярию покупать сейчас в ленте или где-то вот в таких магазинах сейчас очень много всего подобного будет но я так кое-что кое-что такое по мелочи по мелочи то что мальчишками хотели это для младшего моего сыночка вот такой пенал очень у меня захотел что-нибудь такое прикольное но знаете чтобы учиться приятнее вот такой вот он для первоклассника как раз вот удобнее когда именно вот такой пенал сыну моему старшим уже неудобно он такой как типа косметичкой сумочкой такой покупает в общем пенал классный но он не сильно дешевый конечно пойдет зато приятно будет учиться правильно сюда наполнение всякое в общем это же игра brawl stars или как-то так она называется в общем да также я ручки тоже вот такие с героями ну тут не знаю старший возьмет или не возьмет в общем это все должны быть синие ручки со стеркой с другой стороны стерка ну в общем такой да для школьников кому интересно все у меня старшему сыну но старшему сыну придет попозже немножко так дальше к бытовой химии тоже если заказала перчатки вообще обычно перчатки я покупаю в ленте ну какие там на акции есть и покупаю вот последние у меня они такие хорошие они так долго мне прослужили единственное что они у меня порвались вот в этой части уже то есть вот так тянешь когда одеваешь да и они порвались очень заказала такие беленькие но мне кажется они надолго не хватит потому что у меня предыдущие были прям такие плотные плотные знаете здесь ну такие беленькие что-то мне захотелось не знаю разные с к размеру белые тоже прикольные вот такие тяне может быть другой стороны хорошо что не сильно плотные не знаю попробуем так дальше немножко присутствовать и конечно же во первых я купила для маникюра себе безворсовые салфетки я вообще заказывала на алиэкспресс обычно а тут у меня что все закончилось думаю ну закажут по цене получилось то же самое тут они тем более по акции были вот такие безворсовые вискозные но очень нравится с алиэкспресс они такие совсем ворсинок не оставляют черный красивый красиво должно быть и также заказала набор пилочек тоже их обычно заказывается алиэкспресс вот такие но они в принципе такие одноразовые мне понравились что они вот такие тоненькие очень удобно где-то вот подпиливать да если что вот у меня все здесь 50 штук 100 на 180 одна сторона на 1 100 2 180 отлично пилочки такие маленькие я думаю что будет удобно так дальше то что я постоянно теряю девочки шпильки мне самые простые по-моему самые дешевые по акции какие там были здесь шпильки черные сколько штук не знаю я вообще удивляюсь когда читают знаете отзывы на вальбрис там пересчитывают салфетки вот такие например я такого не сделаю честно я вообще поражаюсь сколько терпения надо дальше сидеть и пересчитывать а здесь сколько штук девочки я не помню сколько штук по он 50 или 20 чем-то вот положили в подарок не для резиночки такие мне не правда ни к чему ну ладно вот в общем такие вот обычные шпильки я всегда когда убираю волосы и неважно внизу или наверху я всегда закалываю и всегда их теряю всегда не дети иногда приносит поэтому этого у меня много не бывает я знаю что продается фикс прайсе мне еще надо заколы заколки такие тоже невидимки черные но для фикс прайсе надо еще добраться мои еще пока в школу садик не пошли так что придется заказывать у меня вообще ни одной не осталось так еще что за тут в пакете сейчас посмотрим а здесь у меня как раз пенал для моего старшего сыночка вот такой ford night он выбрал вот ему вот такие нравятся потому что он сюда все сваливались у него истерки и резинки и что там у него только нет все самое важное такой обычный самый обычный самый простой девочки ну просто то что вот нарисована ford night двух сторон и все вот и еще и еще я заказала вот такую маску для лица я обожаю маски для лица это мне младший сынок 1 проверять что там мама она заказывала но обычно для них ничего интересного запаковано конечно это российское производство такую пупырку запакованная и еще вот здесь вот такую бумажку прямо как эти на духе обычно ну прям смотрите какая красота да а лёва не нужно такие ручки можно пополам поделить на каждого цвета две штуки здесь идет вот такая лопаточка для того чтобы набирать вообще хочу полностью эту косметику попробовать это там было написано что российское производство самое интересное что здесь не указано где производство и на русском нет ни слова но на сайте было написано что это россия я чит как-то удивлена ну конечно упаковка огонь до девочки короче я еще хочу попробовать шампуни и бальзамы от этой марки очень хорошие отзывы такая она как гель гель-крем маска для лица решила попробовать начали с ней тоже потом вам расскажу но упаковка конечно огонь и дис а вот что я говорю вот на русском девочки я маска для лица экспресс освежающие какой-то там а здесь для увлажнения с гиалуроновой кислотой огуречным соком изготовитель россия москва написано изготовитель россия москва так что вот а то я наврала вам здесь все написано вот на просто вот с этой стороны все на нерусском в общем про масочку тоже потом обязательно расскажу вот еще очень хвалят шампунь и бальзамы от этой марки говорят что просто обалденные в общем я обязательно все попробую так вот такие вот у меня были покупки заказы мне еще там должно прийти свальбрус я постоянно там теперь заказываю все короче как то так вот ссылки тоже вам внизу под этим видео оставлю вот ну а я что я буду сейчас пересаживать орхидейку мою вот и тоже вот этот вот цветочек у меня горшочки есть пока что пока что не закончились вот и буду озеленять свою вот эту комнату я еще много таких цветов хочу я еще хотела кстати купить монстеру есть монстера у меня такая с большими листьями там такая другая другой другой вид монстера но в этом обе я ее не нашла в общем найду потом вот так вот смотрите девочки я пересадила вот эту орхида единственная накосячила представляете я оторвала вот этот вот но здесь еще остался видите еще есть почки может быть он что-нибудь не даст хотела аккуратненько выпрямить поставила вот вторую вот эту вот палочку и он обломался ну ладно поставлю воду он принципе тут видите уже такой может быть нормально может быть и даст вот у меня еще такая есть маленькая в общем сейчас я его тут как-то надо аккуратненько вот в общем пересадила в горшочек нас вот это мне очень понравился кстати вот этот грунт для орхидеи прикольный и вот так вот я опускаю воду в мисочку и они у меня стоят ну минут 15 минимум 20 но не больше чем полчаса вот раз в неделю я их вот так вот замачиваю да смотрите видите здесь есть почечки вот такие может быть и отойдут отойдет орхидей к но смысле пойдут расти еще если подкармливает тут конечно у нее там много гнилых было внизу я все подобрезала и счет воздушные тут не пойми чего чем ладно эту водичку поставить что-то мне так жалко офисе ну ладно что же делать такая у меня красавица бардак до сих пор не брала ничего и вот этот цветок я пересадила помыла его он видите немножко даже вниз опустил единственно что я забыла вот этот по моему это называется перлит да вот этот вот белая и она смешивать землей я что-то вообще забыла что у меня есть но решила нас насыпать сверху тоже нормально потом при поливе туда вниз уходят и в общем-то полезная штучка кстати у меня муж когда я вот видел меня стояла такие он думал что это пенопласт причем он ходил смотрел 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 потом не выдержал все-таки сказал он даже зачем ты пенопласт туда сыпешь он же но цветы же погибнут вот так что такая красота у нас душно сейчас не знаю гроза наверно не будет жалко тебя как вообще ничего страшного новая моя жительница мои полочки тем не еще цветут вовсю теперь это кассе пинка а вот эта орхидея она по моему у меня по моему белая белая с такой фиолетовой сердцевинкой поэтому я белый не покупаю хотя я могу ошибаться девочки такая красотень сейчас надо все убрать вот это все то что вам снимала показывала все надо по убирать девочки сейчас еще приехал муж с работы и вот так вот меня порадовал это он заехал в калининс на калининскую базу до калининская база правильно называется вот где он находится если как кто живет санкт-петербурге вы можете погуглить посмотреть там но я не скажу что ценные дешевле чем в той же например ленте но вкуснее наверное почему он мне купил овощи на заготовке значит попросила его цены цены конечно же он не помнит вот на это точно он сказал не помнит но что-то это прилично как он сказал ему вышло у меня мухи налетели сейчас буду все убирать так купил персики не знаю девочки почем и нектарины смотрите какие красивенькие аппетитные прям вообще очень вкусно муж меня уже один съел сказал что очень вкусный вот он целый ящичек вот но это я ничего из этого делать не буду это мы все съедим очень любим фрукты всякие так здесь он не купил помидоры вот помидоры он запомнил по 40 рублей правда ну тут ну вот такие вот я замораживаю все остальные у меня пойдут на вяленые помидоры буду делать у меня как раз масло есть еще сейчас поставлю их буду чистить почищу но помоя на мою порежу и поставлю сушиться здесь перца это я хочу лечу сделать но наверное лечу или салат сейчас посмотрим почему перец он не помню также он не купил лук лук тоже у меня я добавляю его к лечу в общем салатом тоже разным вот заготовкам на зиму имеется ввиду купил огурцы у меня в этом году вообще плохие огурцы дают огурчики у меня но хватает только на салат и вот так поесть поэтому еще купил огурцы тоже не помнит почем 40 рублей только помидоры баклажаны по 60 рублей за килограмм синенькие вот такие хорошенькие баклажанчик тоже салат на зиму закатывать буду я как-то замораживала баклажаны но они получаются потом когда размораживать и готовить и получается невкусными поэтому их только вот закатывать больше ничего так кукуруза тоже не помнит почем вот тут несколько штук но это я детям сварю они у меня поедят здесь по 4 до 4 кукурузинки 4 штучки морковь еще хотя у меня в этом году кстати хорошая морковка но она у меня еще порастет а так как надо заготовки и такой но салатики то есть там баклажаны там лучок морковочка ну такого дела и зелень зелень у меня в этом году ну так растет средненько прошлом году больше было я хочу тоже заготовить на зиму мне зелень еще нужно на помидоры вяленые вот как раз здесь укроп и много-много петрушки я петрушка добавляю вяленые помидоры чеснок чеснок у меня есть так что сейчас поставим сушить в общем а еще дыни дыни я показала да тоже не помню почему так вот не не информативно в общем сейчас буду такое у меня занятие на вечер можно сказать буду работать сейчас вот но сегодня уже салаты не буду крутить вот хотя не знаю как как пойдет да а сейчас я хочу поставить вот сушить на это 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 просто вкусно такие смотрите какие причем не помню почему да так что вот такая у меня работа ну что на сегодня я разобралась с помидорами вот эти вот я помидорки заморожил они такие вот не очень и вообще на зиму я замораживаю целыми очень удобно потом достаете кожицу снимаете и можно добавить тушеные овощи или что-то такое в общем мне нравится я всегда замораживаю я замораживаю целыми не нарезаю вот это я оставила это я добавлю потому что у меня целая сушилка вот так вот они выглядят я их укладываю значит у меня здесь сейчас покажу девочки вот вот эти вот но неважно итальянские травы у меня можно каким-то прованские травы очень какие-то травки если есть сухой укроп еще добавляю сухой укроп но у меня сухого укропа сейчас нет вот на такой поддон щепотка соли и 2 щепотки сахара я не знаю сколько это в граммах я не знаю сколько у меня здесь в граммах ну в общем так на глаз делаю уже получается третий год я делаю очень нравится в общем они меня будет сушиться наверное сейчас вечер на ночь я выключу потому что их боюсь пересушить и потом завтра утром с утра снова включу чтобы они у меня досушились вот в принципе но они должны быть я покажу какие не должны быть потом вот я уже показывала этот рецепт в общем намыла их и они когда подсушиваются они же уменьшаются в размерах у меня обычно остается один здесь видите сколько раз два три четыре пять пять противень у меня остается один противень пустой и я как раз дорежу сюда сюда отложила насколько получится остальное если что мы съедим или добавлю вот в этот пакетик помидорки вот так что все пошли заготовки это сейчас брошу морозилку я обсушила полотенчиком на мыло ведь они тут такие вот это я ничего не вырезаю иначе она потом все слипнется вот это уже убираю когда достаю зимой так что вот такая вот у меня сегодня история все остальное буду делать завтра уже так остальную часть я сложила тазик свой пока вот сюда здесь у меня это как у нас бойлерная такая у меня еще стиральная машинка стоит вот жутенько все он проверить домами потому что здесь у нас солнце не свете здесь прохладно всегда сюда поставила и выложила их на перцы вот на эти ящики потому что они уже такие прям вот их надо делать уже девочки завтра как раз я буду делать лечу обязательно баклажаны еще не могут подождать если что отвлечь уже не может да и лечу я делаю с луком вот и морковь в общем все надо завтра короче завтра целый день еще томатную пасту мне просто докупить съездить и все вот такие вот у меня дела но я девочки уже на сегодня буду с вами прощаться уже поздний вечер общем такие вот у меня дела завтра будут целый день ковыряться по-хорошему завтра и баклажаны нужно сделать темно темно уже вечер пуст вот и баклажан надо сделать но в общем посмотрим в общем вот так вот так что надеюсь вам понравилось такое видео было полезным и интересным все придут свой до новых встреч